привет я в восторге посмотрите какие горы это бричмула я приехал в ташкент только для того чтобы попасть на свадьбу сына мастера нарбекова и встретиться с мастером вот сидел в ташкенте занимался там интересными супер делами а потом услышал что рядом же бричмула чинган это же тяньшань рядом тяньшаньские горы и я сразу рванул сюда как увидел это все это водохранилище эти горы я просто в восторге что я делаю в этом городе надо просто четко понимать что делать в этих городах но жить там нельзя жить надо в нормальных местах жить надо в природе в живом мире и и вот вчера была свадьба встреча клуба мастеров учеников мастера нарбекова которых он приглашал на свадьбу сына и было прекрасно фотки тоже будут а сегодня я уже здесь это бричмула недалеко отсюда я живу на пару дней там красивейшее озеро я буду его снимать а а вот там это просто это просто восторг пойду в общем к водопаду повыше в горы по горной речечке попью чистой водички и и благословляю всех кто слушал меня только что благословляю всех кто со мной и всех кто любит горы кто изучает мудрость ну и кто только собирается ее изучать вот так вот всем привет не собирался попасть в горы как-то все неожиданно но прекрасно вчера решил сегодня приехал из ташкента сюда доехать копейки что там делать ташкент не понимаю ну говорят зима здесь холодная много снега вот без палатки я жаль без палатки люблю горы это священно это святое для меня путешествую уже месяц с этой сумочкой просто на самолет нельзя было брать больше 7 килограмм у меня оказалось вообще пять с собой ну сувениры подарки что-то мне подарили что-то я купил в общем еле влазит все в эту сумку постепенно раздариваю по дороге другим не хочу нагружаться большими объемами шмоток вот но хочу погулять побольше по миру по горам вау орел это орел конечно не видно но он там есть поверьте сейчас иду на водопад внизу горная речка течет давно я не пил чистой горной водички это просто счастье сокровище для тела и для души гарантирую вам для тела это точно а для души поверите не поверите но это еще точнее в общем я счастлив путешествуем дальше смотрим как все сложится на все воля высшего но места здесь потрясающе все удачи пока как ее здесь много как она будет растет в горах приносит пользу горные ароматические травы речечка интересная заросли здесь видно что были люди конечно же вот и водопад родная ива растет здесь вот и родная моя чистая водичка чистая водичка брич милы потрясающая я все-таки здесь хорошо быть легким на подъем немножко сумасшедшим чтобы двигаться по жизни свободно я счастлив вот сокровища лотос и боже это чудо Замы потрясающие. Благословенная пища. В горах, в Ричмулах, в Кала Аллаху, за все, что со мной происходит. Слава Богу. Спасибо великому Дау. Я люблю этот мир. Я люблю этот прекрасный водопад, эту горную речь. И вообще, все горы я люблю. Надо бывать в них почаще. А вообще, надо сюда переселиться. Или в какие-нибудь горы у моря. Грузия. Жить надо в таких местах, в которых не будет невыносимо больно за бессмысленно прожитое в городах годы. Бессмысленно убитое здоровье. Ради чего? Да, у всякого своя судьба. Но мудрецы жили и в селах, и в горах, и в пещерах. Мудрецы могут жить везде. И быть счастливыми. И приносить очень много пользы. Так что надо хорошо задуматься, ради чего мы живем. И где мы живем. Но, в любом случае, спасибо Всевышнему за все. За все, что у нас есть. Спасибо. Мир прекрасен. Это атмосферич Мулуев. Искупался в водопаде. Пил горной водички. Прекрасное ущелье. Очень красиво. Вот сыр. Традиционное. Блюдо очень удобно. Брать с собой походы. Сухой. Хранится долго. Как называется, не помню. Но вкусно. За вас, друзья. Привет. Смотрите, какие горы. Величие. Пасека. Пчел. Завидую сам себе, что я здесь. Брич Мулуев. Брич Мулуев. К вершинам духа. К вершинам духа. Надеюсь, получится. Вау. 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 Два орла. Два орла. Высоко там летят. Может, видно. Вряд ли, конечно. Это прекрасно. Это прекрасно. Было бы больше времени. Просто ушел бы вверх туда. С палаткой жить. И все. Надолго. Как-нибудь мы это осуществим. Может быть, с вами вместе соберем друзей и что-нибудь придумаем настоящее. Отшельнический какой-нибудь такой поход тренировочный. Куда-нибудь потрясающие места. Ну и, например, посидим у костра где-то в Тибете. Правда же приятно? Ну, думаем. Планируем. Пока путь нас ждет. Путь нас зовет вверх и вверх. Куда он приведет. Мы не знаем. Но верить должны. Лучшее. Будем верить. Легче идти. Дальше дойдем. Вера одна эта нужна. Чтобы верить, что за поворотом будет еще прекраснее. А я это вижу на каждом шагу своей жизни. Да, жизнь одна. Надо ценить ее. Надо понимать, что... Я понимаю, что каждый день может быть последним. И нужно сделать что-нибудь важное. Какой-нибудь шаг в нужном направлении. Каждый день что-нибудь стать лучше. В чем-то стать лучше. Каждый день что-нибудь узнать новенькое. Вот здесь узнал, что таксист, который меня вез сюда, в Бричмулу. У него отец, оказывается, целитель, травник. Вот мне везет на таких людей. Еще и священник вроде бы. Так что встретимся тоже сегодня вечером. Пообщаемся. Ну, надеюсь узнать еще больше интересного. О жизни. О чудесах этой прекрасной жизни. В общем, я в восторге. Смотрите, какие горы. Вау, друзья. Это Бричмула. Это Чинган. Дальше Тяньшань. Начинаются горы моей мечты. Идем горными тропинками куда-то к мечте за поворотом. Успевая замечать прекрасное, что под ногами, прекрасные травы, прекрасные растения, цветы. О боже. Как тут хорошо. Счастье для тела и души. Бывать в таких местах. И здесь люди живут. Наверное, нелегко здесь. Особенно зимой. Но в каком раю они живут. Боже. Сейчас увидим, что там за поворотом. Прекрасная голубая водичка в реке чистейшая. Могу к тому водопаду подобраться. Но я встречу еще много водопадов. Вот эти прекрасные горные тропинки. Вон они ведут куда-то. И там даже домик есть. Вау. Как интересный. Приезжаем в следующий раз сюда все вместе. С вами. Кто меня слышит. Новые интересные растения. Вообще все по-другому. Не как в Крыму. Не как на Кавказе. Не как в Карпатах. Нет. Все другое. Все разное. Везде разные горы. Успеть увидеть их в жизни своей. Это уже благословение. Как я счастлив. Благодарен Всевышнему за это. За то, что прикасаюсь к этим камушкам. Живым для меня. Как и весь мир. Вон стоят ульи. Даже на такой жаре. Здесь еще пчелы живут. Я удивляюсь. А горы прекрасные. Да, пчелы летают. Вижу. Идем дальше. Все дальше и дальше. Ввысь. Совершенствуем. К вершинам духа. По тропинке дервишей. По тропинке мастеров древних. Святых. Как интересно это все изучать. Мир прекрасен. Так же как эти горы. Так же как эти растения. Это горная речка. Горная вода. Тело и душа радуются. Как говорил один китайский мастер. Тело радуется. Прекрасно. Но вот за поворотом тропинка закончилась. И сейчас я найду какой-нибудь путь. Еще повыше. Чтобы видеть что-то еще более интересное. Наверное. Надеемся. Подходец. Прекрасно. 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 Умrer. Кида. Умр 지나. Субтитры сделал DimaTorzok 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 из брич-мылы а рядом прекрасные вершины, гор это чудо идем по тропинке все выше и выше вверх красивейшие горные ущелья шумит речка шепчет звуки природы благословляющие слух солнце приближается к закату а здесь вот настоящий горный обрыв вот такой вот обрывчик далеко ведет дорога за скалы вверх чудесная дорога я нашел уже несколько горных родников из всех попробовал водичку разнообразная водичка очень важна для нашего тела в каких-то традициях вода из трех источников смешанная вода считается вообще священной лечебной вот хожу по горам ищу самое ценное что есть это вода есть в карпатах такой источник воды закрытый о котором я не буду рассказывать в общем лечит все с одного стаканчика ну примерно так так что пейте чаще горную водичку приезжайте в горы это очень важно ПЕСНЯ СТАРА Нормально. Вот такая у нас мечеть тут. У нас. Я уже как дома. Ты дома, брат? Дома. Да. Такое солнце, такие прекрасные горы. Вообще чудо. Вершины. Жизнь прекрасна. Тебя не фоткать? Как мне угодно. Мне приятно. Тебя запечатлеть, вспоминать. Будем смотреть, делать фильм какую-нибудь сделаю. Да, тут места удивительные. А где мечеть наша? Ага. Ага. О. О. Прекрасная вообще. Красиво. Прекрасно. Что просто нельзя не поснимать. И это натуральный сахар, кристаллы, да? Да. А вот называется. Прекрасно. Это врюк. Да? Да. Изюм. Не здешний изюм. Изюм. Здешний. О. Это вообще сокровище. Приятно. Но финики только не наши, да? Ну да. Здесь их, я думаю, не растут. Ну, сокровища. Приятно. Ага. Ага. Не знаю. Ага. В этой ситуации по берегу, я заполнялсь всеми шести. Тихо. Тихо чел Продолжение следует...